Газовая котельная Дмитровского завода алюминиевой и комбинированной ленты была введена в эксплуатацию в далеком 1975 году, но до сих пор бесперебойно обеспечивает теплом и горячей водой не только сам завод, но и большую промзону. С тех пор котельная прошла глубокую модернизацию. Пять водогрейных и паровых котлов советского производства имеют суммарную мощность 40 гигакалорий в час. По словам главного инженера Сергея Знаенкова, такой мощности хватит для того, чтобы обеспечить теплом и горячей водой еще небольшой микрорайон. Правда, для этого нужно провести глубокий ремонт изоляции наружных теплосетей, так как потери тепла на них составляют более 15%. Особое внимание в котельной уделяется безопасности. Для этого на каждом котле установлена система автоматического контроля немецкой компании «Сименс». В случае любой нештатной ситуации, будь то остановка насоса, повышение или понижение давления газа или воды, компьютер тут же выдаст звуковой сигнал и проинформирует о неисправности. Прежде всего, когда мы проходим обучение каждый год, у нас всегда ведутся разговоры о том, что это опасное производство и о безопасной работе. То есть, поскольку существуют трубопроводы, паровые, водяные, то если даже представить в быту, грубо говоря, прорвалась труба и вырвался пар. Это опасно все. То есть, у нас постоянное на работе внимание. Мы прислушиваемся к шуму насосов, ну, я не знаю, даже просто бывает меняется, ну, что-то где-то потекло, какой-то пар. То есть, нужно быть очень внимательными на нашей работе. И вот, как бы сказать, люди есть, которые работают больше меня и более опытные, но всегда, если случается нештатная ситуация, она всегда разная. То есть, здесь нужно еще работать головой, как же прийти к какому-то правильному решению. Никогда, даже только что отучившийся человек, он, вот, как бы сказать, мы постоянно развиваемся на нашей работе, будем говорить так. По словам оператора газовой котельной Ларисы Ярахиной, сегодня работать стало значительно безопаснее и комфортнее. Ручной труд в связи с вводом автоматики снизился до минимума. Оператору остается лишь внимательно следить за показаниями приборов и прислушиваться к шуму двигателей. В связи с улучшениями условий труда в котельную потянулись и молодые кадры. Богатым опытом с удовольствием делится оператор Мария Овсянникова, стаж которой 26 лет. Девочка, которая отучилась, вот она 25, по-моему, или 26 марта, она сдала экзамены, и она пришла к нам. Ей 31 год. И вот, когда она к нам пришла, мы тоже были, как бы, удивлены. Во-первых, как бы сказать, ее стремление узнать все. И, я говорю, такая целеустремленность. Она, во-первых, очень хотела попасть именно... Вот из ее выпуска к нам приходили на работу устраиваться в отдел кадров еще там несколько человек, но взяли именно ее. И, ну, считается, что к нам на котельную попасть – это очень хорошо. В этом году запланирован ремонт одного километра изоляции наружных теплосетей, что обеспечит значительную экономию расхода газа и воды, а также регламентные работы на одном из паровых котлов. Кстати, тарифы на тепло и горячую воду котельной алюминиевого завода на 20-30% ниже, чем в компании «Дмитров Теплосервис». Так что предприятиям, являющимися потребителями заводской котельной, в какой-то степени повезло.